доброго времени суток приветствую вас на канале дистилье пришло время перерабатывать виноград делать вино виноградный дистиллят по случаю мне удалось приобрести 40 килограмм вот такого хорошего винограда смотрите какие грозди тяжеленные вообще когда я такой не то белый не то розовый очень сладкий ароматный сейчас я его переберу здесь есть некоторые такие чуть-чуть подпорченные ягодки я сторону сразу уберу застали на остальное наград будем выживать и ставить сусло на брожение после брожения значит мы из выжимок сделаем чачу а вино не знаю посмотрим вино либо буду все таки оставлять либо сделаю из него коньяк если вино получится хорошим значит оставим часть варианте вина но и вообще я хотел сделать коньячный спирт и поставить и залить бочку давайте приступать так как объем не очень большой считаю что можно того брать сразу них нехорошие ягоды сразу что брать в сторону для того чтобы они нам не испортили вкус и качество вообще продукт если смотрите бывают такие вот небольшие вот видите чуть чуть-чуть припорченные ягодки сразу лучше оборвать сразу куда-нибудь сторону убрать вот там 33 штучки я здесь нашел остальное берем и обрываем прям в емкость которые потом будем все это выжимать кисти можно там обрывать так как я сейчас это сделал можно не обрывать оставить вместе с кистями забрасывать емкость когда будем работать строительным миксером сами кисти должны будут намотаться на строительный миксер миксер и мы вместе с миксером можем убрать но я объем не сильно большой я считаю что ничего страшного не будет если я сразу это все отделю отдельно но кисти не выбрасываем мы забросим вместе с зажмыхом когда будем делать чач то же самое продолжаем делать с остальными вот это вы видите полностью везде все красиво ничего такого плохих ягод нет поэтому сразу направляем и так виноград наделили от кистей получается такое количество то есть вот здесь немножко такой тот который был более вялые вот сейчас так что его можно сказать весь виноград перебрал все-таки руками здесь такие ягодки которые чуть более вялые здесь вот полностью отборный виноград из вот этого винограда значит я буду делать вино а там где более вялые ягодки сейчас я его передавлю сразу же буду делать чач вот такое количество посмотрите получилось у нас кистей их мы добавим уже уж мы как тот который у нас отойдет после того как мы сделаем вино и тоже потом сбродим кроме всего прочего у меня вот еще темного винограда небольшое количество здесь буквально килограмма 3 сейчас я его тоже добавлю в чачу для большего аромата он тут сладкий ароматный вот добавлю сейчас вот вот в это вот в это ядро буду добавлять черный виноград который мы приготовили для вина сейчас берем строительный миксер и перемалываем весь виноград и переминая на это у нас уйдет где-то минут 20-15 для того чтобы такое количество переметь виноград вот смотрите видите уже почти все перемена сейчас еще чуть-чуть продолжим уже видите жидкая консистенция стала у нас еще где-то столько же поработаем прошло где-то 10 минут 10 сейчас еще столько же поработаем как раз уже будет все готово все виноградное сухло мы перемяли полностью винограда целого не осталось я уже проверил руками по щупу подавил там нет нет уже цельных ягодок если есть может быть то совсем немножко тут видите жидкая совсем консистенция чистый сок сейчас мы с вами померяем сахаристость и после чего я приступлю к измельчению второй части винограда я набрал сусло виноградное делила там полностью отмыха получился чистый сок посмотрите какая сахаристость как я и говорил видите виноград очень сладкий 21 получается да да 20 21 это отлично так приступаем перемалывание винограда для чача если не знаю может это будет и не чаша попробуем на вкус после того как она отбродит если хороший вкус то будет значит розовое вино вот а жмых тогда уже из жмых я сделаю чачу пока что предполагаю что это будет чача так приступаем да не забываем дрель ставить на обратные обороты чтобы у нас не летели брызги ну вот и все весь виноград мы перемели сейчас оставляем его на трое суток обязательно необходимо будет два раза в день перемешивать шапку для того чтобы у нас верхняя часть не скисла оставляем без кидрозатвора просто на первичное брожение после четырех дней отжимая убираем полностью всю мезгу убираем семечки которые у нас выбор от осадок и оставляем чистое сусло уже на брожение на длительное прошло три дня наше вот винное сусло уже три дня отбродило я постоянно перемешивал раза два-три в день сейчас пришло время снимать с осадка и брать косточки то есть отфильтровать первичная такая фильтровка и поставить уже на дна уже долгосрочное брожение отжимаем жмых через душлаг отжимаем полностью значит и жмых перекладываем в отдельную емкость чтобы потом сделать чачу жмых который был наверху мы сейчас весь собрали отжали остальное сейчас будем переливать через два душлага ну вот и все мы установили наши бутыли гидрозатворы и теперь ожидаем окончания брожения пришло время снимать наше вино с осадка вот посмотрите какой осадок выпал честно говоря раньше делал вино только всегда из винограда темного так давно вот узнал что вино так как я делал не совсем правильно делать таким образом если хочешь получить сухое вино необходимо сразу сок отжимать от жмыха и чем быстрее тем лучше ставить сразу под гидрозатвор даже не дожидаясь никакого там начала брожения ничего сразу под гидрозатвор сок все тогда может получиться на нас нормально настоящая такое прозрачное светлое сухое белое вино я просто всегда раньше делал вино из темных сортов винограда и вот скажем так дедовским методом так как он делал мой дед отец значит выжимал потом удерживал 3-4 дня мезгу вместе с соком до начала брожения потом отжимал и уже отжатый сок уже стоял забродил и потом уже несколько раз произойдется съем с осадка вот первый раз делаю на белом винограде ну вот цвет получился пока темный не знаю это может быть на самом деле не такой уж и темный все будет хорошо но вы знаете что в следующий раз сами как вы будете делать желательно чистый сок сразу ставить под гидрозатвор дабы не было как как можно меньше было до кислорода то есть на кислороде он окисляется и получается вот как как у яблока то есть этот рыжий цвет появляется и вино уже таким прям чистым прозрачным белым как бы да таким вряд ли будет ну не знаю посмотрим может быть на самом деле не все так плохо итак начинаем переливать использовать будем наше приспособление которым вы знаете для снятия с осадка единственное что значит чем этот раз немножко доработал это тем что вот на кончик шланга привязал в нетканное такое полотно вырезала так перехватил его резиночка для того чтобы у нас была дополнительная фильтрация сейчас мы с вами перельем попробуем проверим значит сколько там сахаристости попробуем там на кислоту если у нас все устраивает то принципе так и дальше оставим если нет может быть немножко добавим фруктозы и так вымеряем длину у нас осадок видите на такой высоте то есть делаем такой вот гонщик чуть-чуть даже больше и делала всякий пожарный у нас мисс не схватили мы снизу потом если что-то еще дорегулирую немножко туда ниже уже утоплю и все снимаем гидрозатур начинаем переливать вино да перед этим не забудьте конечно же все продезинфицировать и шланг и емкость приемную и спокойно переливаемся мы собрали вино видите сад остался в месяц засадок там сюда вот видите на перед набила сколько шмотков и сверху сейчас то все стечет помоем емкость проверим на сахаристость перейдем все обратно дальше отображать так вот я налил мерный стаканчик наше вино и вот она показывает что видите ноль полный полностью отыграло видите абсолютно ноль то есть это такой сухарик получился сейчас попробуем на вкус вот такое получилось на цвет вино но она ведь еще мутновато она не отстоялся он состоится будет абсолютно прозрачный красивый будет цвет на ведь она не рыжая ему такое желтенькое это означает то что она полностью когда сейчас осядет будет именно прозрачным настоящий такой цвет сухого вина аромат получился очень приятный тонкий такой красивый вообще аромат у меня мне очень нравится прямо такой аромате чувствуется такая терпкость очень приятная прям хочется сразу глоточек хватит попробуем на вкус вкусненько получился такого прям сухое вино блюд натурально как молодой час сухое вино очень вкусно и очень приятно именно не кисляк не 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 уксус а именно вот сухое хорошее вино мне очень нравится гораздо лучше чем то что продается в магазине за достаточно большие деньги но сейчас его употреблять не стоит его необходимо поставить сейчас отстояться его мы сейчас с вами помещаем на холод то есть у кого что есть у кого есть погреб помещаем кого прохладный там балкон ночной балкон желательно чтобы он не перемерзла то есть не опускалась температура до минусовой температура не нужно но максимум то минус один можно ну это нежелательно то есть когда перемерзает и но он тоже хорошего нет а вот желательно температура такая градусов 8-7 там 5 градусов тепла для вина это самое то что нужно сейчас тогда она быстренько тогда осветлится и при такой температуре очень быстро выпадает винный камень вот когда винный камень выпадет тогда и можно будет уже упаковывать снять опять с осадка и разливать по бутылочкам разлить по настаиваться в бутылках либо перелить в бочонок для дальнейшей выдержки в дубовом бочонке посмотрим если у меня к этому моменту освободится дубовый бочонок как раз туда мы его и перельем а на этом на сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч